Половодие это сезонное стихийное бедствие, которое из года в год доставляет хлопоты гражданам, чьи дома расположены вблизи водоемов. Несмотря на то, что вода выходит из берегов ежегодно, масштабы буйства стихии всегда разные. Практика показывает, можно надеяться на лучшее, но подготовиться стоит к худшему. Поэтому в муниципалитетах, где эта проблема наиболее актуальна, проходят учения сил и средств, задействованных в ликвидации подобных ЧАЭС. В этом году площадкой для них стал Инсарский район. Эти учения, они очень нужны и важны. Во время учения как раз совпало и половодие. Мы практически в реальном времени сейчас будем отрабатывать, если поступят какие-то сигналы, как спасать людей, как эвакуировать. Если нужно размещать, пункт ПВР у нас готов, пункт обеспечения питанием тоже готов, пункты приема заявлений для того, чтобы на возмещение ущерба, если таковые и будут. Мы все отработали, а во время учения мы их просто закрепим. Согласно легенде, в результате обильных осадков и плюсовой температуры в реке Исса произошел резкий подъем воды. И два села Сиалеевская Петтина и Кочетовка оказались отрезаны от большой земли. А в зону подтопления попали 407 жилых домов, в которых проживает более тысячи человек, в том числе 100 детей. А также в границах участков автомобильных дорог муниципального значения. Автодорога Иссар-Кочетовка-Верхний Лухма. Участки первые с 12 по 14 километров, вторые с 16 по 17 километров. Автодорога Иссар-Салпетина-Шадым-Рыскина. Участок на 11 километре, 12 километре и 14 километре. Для пострадавших в муниципалитете организовали пункт временного размещения внутри все необходимое для жизни. Комфортабельные комнаты с удобной мебелью, столовая и душевая. На улице дежурит группа поваров, готовая в любой момент накормить вкусной кашей каждого желающего. Участие в практической отработке учений приняли все спецслужбы района, от спасателей до профильных специалистов. В связи со складывающейся оперативной обстановкой по весеннему паводку на территории Республики Мордовия, данное мероприятие очень важно отработать сейчас взаимодействие всех сил и средств, которые входят в РСЧС Республики Мордовия. Если учитывать то, что на данный момент уже подтоплено на территории Республики 10 низководных мостов, эвакуировано у нас порядка 7 семей в пункты временного размещения, то данные учения, конечно, очень актуальны. Силы и средства, а также их готовность осмотрел глава Инсарского района вместе с представителями главного управления регионального МЧС. Затем спасатели отправились к месту чрезвычайной ситуации. По легенде, в воде оказалась молодая женщина, которую потребовалось вернуть на берег. С поставленной задачей спасатели справились успешно. Условная пострадавшая на лодке была доставлена в безопасное место. Проведение подобных учений продолжится с целью отрабатывания всего комплекса мероприятий, возможных при реальных ЧС. Анастасия Целигина, Сергей Соколов. Народные новости. Инсарский район.